И да, ребят, приветствую всех! Мы по-прежнему разбираем турнир UFC Fight Night. Напоминаю, что он состоится 26 июля. И в сегодняшнем выпуске давайте поговорим о поединке Никла Штульц против Рамазана Имеева. Да, как всегда, попробуем выявить, кто же здесь является, по нашему мнению, фаворитом. И найдем какую-нибудь плохую ставку обо всем об этом в сегодняшнем выпуске. Погнали! Итак, Никла Штульц дебютирует в UFC. Естественно, это его дебют. До подписания контракта с самой сильной лигой до мира. Он выступал в таких, скажем так, второсортных. Даже, наверное, я бы рискнул назвать третьего сорта лиги. Там, в принципе, у него карьера складывалась довольно-таки неплохо. Посмотрел я список бойцов, с которыми он дрался. Также нашел парочку поединков. И сейчас обо всем об этом я расскажу. Что касается его соперников, да, то нельзя назвать там каких-то громких имен либо каких-то очень серьезных титулованных спортсменов. В основном рекорды бойцов составляют типа 5 побед, 4 поражения. Ну, что-то вроде вот таких вот рекордов. Все бойцы, с которыми он бился. Что касается его крайнего поражения, там было единогласным решением судей. У спортсмена был рекорд 13-13. Чем-то он мне напомнил Лобова. Вот, и немец, конечно, проиграл там, ну, показал просто, что реально у него огромные проблемы есть в ударной технике, у него проблемы в борьбе. То есть, если против него выходит, скажем так, соперник, который знает, что такое борьба, да, хотя бы где-то процентов на 50-60 там обладает данным аспектом, да, то, в принципе, перевести немца он может легко. Что касается ударки, то также очень часто он проваливается в своих боях, пропускает ненужный ущерб, и как раз-таки такие действия могут пойти против него в его дебютном поединке. Итак, переходим к Рамазану Имееву, да, и боец этот является мастером спорта по боевому самбо, мастер спорта по панкратиону. Достаточно неплохо он выступал в наших российских организациях, такие как ProFC, да, даже смог стать чемпионом М1 Global в средней весовой категории, после чего состоялся у него дебют в UFC в 2017 году, там он одержал победу, в итоге вышел на хорошую победную серию с трех побед, но вот крайний свой поединок на родине, к сожалению, он проиграл, да, здесь в России был турнир UFC, соперник его был Мартин, и по большому счету там был такой, скажем так, близкий поединок, но почему-то все-таки судьи решили, что не заслужил Рамазан победы, да, и присудили ему поражение. Ну, честно скажу, бой там был очень спорный, не хочется копаться во всем этом, да, возвращаться в прошлое, как говорится, что есть, то есть. Что хочу сказать по поводу этого бойца, значит, по поводу его физических кондиций, они находятся реально на очень высоком уровне, прекрасная ударка, хорошая борьба, то есть полностью такой сбалансированный боец, который умеет, не только умеет, да, но и знает, как нужно миксовать ударку с борьбой, и по большому счету за счет этих компонентов, да, выигрывать. Итак, переходим к прогнозу на этот поединок, и скажу сразу, что у меня нет сомнений по поводу победы Рамазана Имеева, я считаю, что он полностью должен, скажем так, быть лучше абсолютно во всех аспектах, да, касаемо ММА, то есть в стойке, в борьбе, я думаю, он будет превосходить своего соперника, который решил, скажем так, дебютировать в самую сильную лигу и проверить свои силы именно там. Все-таки я считаю, что немец, как бы, посмотрев его поединки, да, вернемся обратно к нему, я увидел то, что, ну, по большому счету этот боец, это не уровень UFC, и я думаю, что Рамазан Имеев должен спокойно его проходить, выходить на победную серию, и уже пробовать ворваться в топ-15. И да, друзья, мое мнение до победы Рамазана Имеева, если вы со мной не согласны, или вам есть что добавить, то погнали в комментарии, там обсудим этот поединок, но у меня на сегодня все, я вынужден с вами попрощаться. Не забывайте, как всегда, подписываться, жду от вас мощные бойцовские лайки, также не забывайте проставлять колокольчик, чтобы не пропускать прогнозы. Всем пока и до скорого!